Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка. Правда, в последнее столетие ручное письмо постепенно выходит из моды, уступая место сначала машинописным, а теперь и компьютерным текстом, смс-ком, звуковым и видеосообщением, что не всегда полезно и для здоровья, и для внутренней культуры. В высших даже заведениях предлагают не писать, как мы раньше конспекты, а печатать сразу на планшете. Ни к чему этому хорошему не приводят, потому что уже давно доказано, как напрямую взаимосвязано наше письмо с головным мозгом. Причин, по которым писать от руки полезнее, чем печатать на клавиатуре, много. Ручное письмо развивает мозг и мелкую моторику, способствует длительному запоминанию и хорошей концентрации, считается своеобразным способом медитации, развивает креативность, повышает уровень культуры и способствует грамотному изложению мыслей. Ведь на гаджетах можно проверить правописание, и современные дети хуже запоминают правила грамматики, а взрослые начинают забывать. Основная тайна почерка в его уникальности и неповторимости, как в отпечатках пальцев или радужке глаз. У женщин почерк более ветиватый, закругленный, это тоже свойство женщины. У мужчин более сухопарый почерк. Если человек пишет и постепенно все уходит вниз, такой пессимистичный наклон, может быть низкая самооценка, может быть плавающая самооценка. У психологов есть общепринятое восприятие почерка. Верхняя часть буквы отвечает за голову, логику и рациональность, середина – душа или живот. Низ – это и основание, и сфера бессознательного. Бывает, что дисгармония, бывает, что, например, верхние петельки большие, нижние, например, совсем маленькие. Во все времена люди стремились делать почерк эстетичным. Существует и вид искусства красивого почерка – каллиграфия, который с греческого так и переводится. Ну что, каллиграфия – дело о красивом почерке и красивых эмоциях. Постараемся сегодня приблизиться к тому, чтобы постичь эту науку. Хорошо бы размять наши пальчики, чтобы они были более мягкие. Можно перебирать пальчики, складывать по одному. У нас есть вот такая расчерченная бумага. Вот можем взять самый простой элемент. Крючок. Крючок, он здесь легко будет писаться. С наклоном, чтобы рука запоминала. Можно более плавно вести как раз. Кажется, первые уроки удались. Если выводить каждую буковку старательно, то и почерк, скорее всего, выйдет аккуратным и красивым. И здесь уже сложно говорить об индивидуальности. Из буковки «Р», а вот следующий, посмотрите, в домик взяли, следующую буковку. Между тем, в начальных классах школы красивый почерк – один из столпов успешной учебы. Красивый, правильный почерк для ребенка очень важен у нас в школе. Учителя начальных классов очень строго к этому относятся. И снижают отметки именно за небрежный почерк. Ну и причем это не их прихоть. Они соответствуют критериям, разработанным Министерством образования. Вероятно, по мере взросления у каждого из этих ребят будет индивидуальная манера письма. А пока они старательно выводят строчки упражнений и даже немного соревнуются в красоте почерков. Я люблю много рисовать, лепить, клеить. Таким образом я тренировала свой почерк. Надо держать правильно осанку, держать правильную ручку. Мне мама покупает разные прописи, в которых я иногда занимаюсь. Еще я делаю разминку для пальцев. Мой почерк не каллиграфичен. За красотой унесли дям, как будто бы отзуботычен. Кринясь, шатаются слова, писал Евгений Евтушенко. И впрямь размашистый или неровный почерк показывает нам совсем не ленивого человека, а творческую личность. Почерк – самое загадочное проявление психики, зеркало души. А потому, говорят специалисты, нет хорошего или плохого почерка. Есть разные манеры письма. Зульфия Сургулова, Олег Долгушин, телекомпания «Слават».